Девчонки и мальчишки Как всегда, сегодня вечером для вас работаем я, Максим Чеев и наш Герман Громов Вечер добрый, вечер добрый, дамы и господа, с вами Герман Громов и Максим Кощеев уже по традиции Ребят, прежде чем приступим к обзору первой игры, хочу сказать, что она сегодня также и последняя Коллектив Экспресс, к своему большому сожалению, не может отыграть сегодня игры, а у них их две аж целых сегодня Сразу после Литерейта Энхаус должны были играть, а не свои Виктис, а потом еще и с 5-чейнс Но инфа прошла, что команды не будет, и поэтому это одна игра на сегодня Только, к сожалению, Литерейта против Энхаус Очень, конечно, это грустненько Очень печально, так немного подкосила эта информация нас Ну, что теперь поделаешь И да, ребят, мы хотим вам опять же напомнить про открытый турнир на нашей арене Вы можете найти все анонсы на этот турнир Что там дают, но я вам сразу скажу Плюшки там просто наивкуснейшие Мышки RedDragon, коврики В общем, приходим, записываемся, выигрываем в себе крутые девайсы для компа И просто ходим и с ними разносим своих оппонентов Пух и прах Открытый турнир, записываемся все, кто желает Просто показываем свой скил Ну и, собственно, побеждаем Максимка, я тебя поправлю чуть-чуть У тебя в счете стоит Энхаус типа два Типа по картам они ведут Забыл убрать после Литерейтов и Виктусов Когда ребята попотели неплохо у нас тогда на Мидтауне Ну, посмотрим, как отыграют сейчас Пока что команды ведут черк Собственно, перезаходят с уже записью видео Ну и будем надеяться, что Месси у нас будет неплохое Зрелищное Но, так, давайте посмотрим, какие мапы вообще у нас отпали Черк у нас вот пошел Люксвиле метро вылетает ВВГ также падает Но будем надеяться, что карта попадется такая Я вот хочу новую Почему не играю в Бежущий, Пригород, Багдад Вот, кстати, Пригорода Багдада у нас, по-моему, нету, да, в правилах? Нету, нету Я ее поиграл Классная мапа Можете считать меня кем-то Она офигительная Вообще, я на ней На ней такие фишки просто можно мутить Я вот просто одну десятую только увидел И в этой одной десятой фишек Их такое количество, что просто на всей карте можно такие фишки Отворить Это просто жесть Ну, да, наверное, на мировом просто ее нет Поэтому и мы ее не включаем Но на самом деле в регулярку я бы ее включил, честно говоря Потому что действительно карта очень красивая Очень клевая, динамичная Там столько нычек, мочек, примочек, бочек и так далее То есть там... Полностью с тобой согласен И причем мапа так, знаешь, как будто специально подстроена под все типы игроков Хочешь там с кемпой играй на... Да, 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 да Хочешь с дробовиком там все в упоре, выходы Хочешь с аугами, там штурмовые винтовки и прочее Тут как бы для всего эта мапа просто шикарная, но... Вот она, знаешь, она, в первую очередь, походу, знаешь Так можно выразить эту карту, как тактически сбалансированную То есть она действительно под все виды оружия Такая там и снайпер, аугер, как ты уже сказал То есть там для каждого вида игрока найдется свое, так скажем, пристанище То есть карта действительно клевая Среди игроков она, я заметил, вот на пабликах бегаешь Когда она, ну, занимает, можно сказать, вторую строчку после Люксвилля Самый играбельный Люксвилль, но он, мне кажется, уже вот так вот у всех Но он уже приелся, да, в горле сидит То, что, ну, мапа действительно хорошая И вот за все время, когда вернули, вернули, ввели мапу убежище Я видел, мы тогда с Шустром сидели Была всего, была всего одна игра на этой мапе Больше никто ее не издал Я, к сожалению, не помню команды Это были боевые будни Ну и, в общем, как-то она там отыгралась у ребят прям на поте Но после я вообще не видел, чтобы ее кто-то брал Ее сразу же черкают и все Ну что, у нас Миттаун, ребята, выбрали В принципе, мапа действительно играбельная за обе стороны Но посмотрим, как будут отыгрывать ребята На Миттауне очень хорошая атака у нас наблюдалась Вивикт из геймингов Но посмотрим, как Литерейты себя покажут Ну и, собственно, Энхаусы Мне кажется, здесь будет такая ярая атака Ребята не любители посидеть на месте Не особо любят холдовать Но посмотрим, может что-то в их, так сказать, мировоззрении изменилось Дожидаемся двоих игроков коллектива Энхаус Ну давайте пока что пролетимся по ростам команд, наверное, да, Герман? Да, давай, начну, пожалуй, с команды Литерейт За команду Литерейт играют у нас Ятаган, Зомбис, Джентл, он же Гантелия, Уэзик и Загар Также примечательная особенность Это последняя игра для Загара в составе Литерейт Именно как в основном составе Потому что со следующих игр будет играть Владислав, Лютый Паршик, Бонте Отдельный привет, когда ты сидел, говорит, передай чей ему привет от старого доброго Лиса Спасибо огромное, Лис, тебе тоже привет Но слушай, так-то это очень серьезное усиление коллектива Литерейт Лютый Паршик, один из лучших бомбардиров команды Арт Овзекюшн Да так-то в мире вообще он был MVP на позапрошлом Хорошо отыгрывает, и с учетом, так сказать, тимплея этого коллектива, просто как ребята отыгрывают, что они показывают, и личный скилл каждого из игроков, мне кажется, это просто такое имбовое добавление, и мы еще увидим этих ребят в очень хороших играх. Да, кстати, ну давай продолжим, наверное, по Энхаусу, ну в Энхаусу у нас играют такие ребята, как Коби, Мираж, Систом, Никита Свит, ну и должен быть по логике вещей ХЗшка, который вчера играл, по-моему, да, по-моему, да, ХЗшка, потому что больше никого я не припомню, чтобы кто-то был в этом составе. Ну вот, ждем последнего игрока в Энхаусу, мы, в принципе, готовы приступать, карта Миттаун будет, излюбленная карта допов для литерейтов, кто знает, может, сейчас опять же очередные допы нас будут ожидать, конечно, хотелось бы увидеть завораживающую игру, потому что она всего лишь одна сегодня будет, а этому надо насытиться хотя бы ею. А завтра у нас вроде как должно быть все окей. Да, завтра у нас должно быть все нормально, все три игры должны пройти, ну и посмотрим, какое там месиво будет, но, в принципе, там ребята должны выкладываться просто по полной. И еще у нас завтра запланировано будет несколько дневных турниров, то есть на которых вы можете поучаствовать. Там постараюсь распределить время так, чтобы тоже успеть взять какие-то игры под стрим. Это мини-турнир, так сказать, Гвардия против игроков. Там будем отыгрывать, или я с вами встану в один ряд за клавиатуру с мышкой и покажу, насколько я бот. Ну и также это Битва Пант, где вы можете поиграть с нашими гвардейцами, со всеми в команде, ну и, собственно, выиграть для себя какие-то вкусняхи. Еще раз хочу напомнить вам про конкурс репостов, который у нас проходит в нашей официальной группе Point Blank. Все ссылки вы можете найти ниже трансляции, переходить по ссылкам, и там вся информация, просто что вам нужно сделать, что куда репостнуть, что добавить. Ну и, собственно, потом узнаете, какие вам вкусняхи прилетят. Открытый турнир, опять же, напоминаю, супер-пупер мышки, коврики и так далее и тому подобное. Я думаю, никому лишним не будет, просто идем, принимаем участие, выигрываем. Все для вас, дорогие друзья. И где же у нас все-таки пятый боец, ХЗ-шка, где ты, проказник? Да, ждем-ждем последнего игрока, Кайнхаус, и уже стартанем карту Меттаун. Так, ну что, кстати, у нас тут в группе Point Blank творится. Кстати, хотел вот объяснить, не объяснить, а рассказать одну штучку. Здесь появилась вот такая вот новая, не одна новая, а одно новое объявление. Отличные новости со 2 августа. М14ЕБР. На 100 боев будут получать все игроки по достижении ранга подполковник. Полковник это два ежа у нас, если кто не знает. А те, кто уже его достиг, найдут М14 в своем инвентаре. Но только при условии, то есть, если у вас два ежа уже есть, но если вы, короче, зайдете... Так, но только при условии, что игрок заходил в Point Blank в 2016 году. Ну, я думаю, все из вас заходили в Point Blank в 2016 году уже. Поэтому вы сразу можете со 2 августа, со 2 августа можете заходить в инвентарь, у вас будет М14ЕБР. То есть, такая вот, если зайдете на сайт, такая довольно-таки мощная пушка с прицелом клевым. Ну, не знаю, такая вот она топовая. Так что, если вы хотите попробовать новую пушку, то заходите в игру до профы 2 августа. Так что, вот так вот там. Да, это пушечка, кстати, я уже, так сказать, залез на ее характеристики, посмотрел, что там-то как происходит. В общем, пушка довольно-таки имбовая, мне кажется, она наведет шороху немного в Point Blank. И просто все будут шарахаться подполковников, потому что у нее урон действительно достойный. Скорострельности она не уступает, и у нее так оптический прицел. Только я вот не скажу, насколько он 20... нет, не 24. Ну, короче, хуже, чем у снайперки оптика, ну, наверное, где-то 16x. Снопа и... О, кстати, мы 4 на 4 начинаем нажать пока что. У ХЗшки, походу, опять какие-то проблемы. Вчера у нас были проблемы у... Меня. ...формат С. Не-не-не, помнишь, формат С и Энхаусы вчера играли завершающий матч вечера. И тоже были проблемы, и не прогрузы постоянные не заходили, и сейчас опять тоже... А, нет, стой! ХЗшки, он же вообще за 5-чейнс играет, вол. О-о-о-о-о... Ха-ха-ха-ха! Добрый вечер, я диспетчер, а-а-а! Ну, вот это моя ошибка, я почему-то подумал, что за Энхаусы он играет, но не знаю. Да, потому что вспомнил, что 5-чейнс. Да, ну, ладно, не знаю, кто у них 5-ка тогда будет у Энхаусов, но... Ой-ой-ой, зомби, если ты смотри, как отчаянно запрыгнул, но здесь просто Энхаусы взяли уже доминацию. Сейчас, прикинь, вейзик всех положит. Не-не-не. Не. Такого не будет. Не бывает этому. Да, ну, ладно, окей, посмотрим, что у нас будет далее. Пока что ножевой раунд всего лишь прошел. Но здесь, мне кажется, для литерейтов, мапа, ну, должна быть отыграна, они должны были исправить свои ошибки. Помнится, дифференс у них на мапе металл, он был очень ужасный. Ну, посмотрим, может, ребята исправились. Смены сторон никакой не... А, W, 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 которые... Вот, как ты. А, точно. Я, кстати, его, когда первый раз поймал, я думаю, как тебя назвать-то, дорогой, W. Я его W называл, W. Ладно, W. Ну, давайте, заходим, заходим, ребятки, полбыстрее. Уже 15 минут идет ожидание. Ребята долго собираются, что-то как-то... Эх. Ладно, давайте мы пока что с вами начать от Вича болтаем. Сейчас я его попытаюсь открыть. У меня может подвиснуть браузер. Максончик, чекни в ВК. В секунд, сейчас. Ну, это так, что-то, ну... Понял, понял тебя. Хорошо. Так, ну что, где же W? World Play. World Play. Where are you, my dear friend? Where are you, my dear friend? Так. Громко, почему сегодня одна катка? Как? Unraid. Одна игра сегодня... Да, одна игра, потому что экспрессы сегодня не могут отыгрывать, к сожалению. А у экспрессов на сегодня поставлено аж две игры. Да, две игры после этой. То есть, получается, две игры после литерейтов и инхаусов, они получают техническое поражение. Поэтому сегодня одна игра, только вот литерейтов и инхаусами. Но, опять же... 80% чего, 80% чего... Старый не качает ПБ. Ну, так это... Хорошо же же. Сейчас бы ПБ скачать перед игрой, прям перед игрой. Оу, тихо. Игра лагала. Ну, эх-эх-эх. Так, извиняюсь, ребят, немножко пропал. Меня что-то аж выбило на чих, на такой хорошенький. Так, ладно. Эээ... Ну, я не знаю, он пока иного... Ой, иного. Тьфу, прочитал иного, начал говорить иного. Он пока поинт докачает. Мы тут уснуть успеем за эти 15 минут. У нас могла пройти уже целая половина матча. Так, ошибка 815. Ну, такие проблемы у полтика, мне кажется, Энхаусом начинать вчетвером отыгрывать. Потому что пока он их разберет, пока то, пока все, пятое, десятое, здесь уже будет... Такое дело. Ну, давайте дадим, я думаю, еще... А, уже доходит 20 минут. Я недавно смотрел, 15 было. Да, у нас 23 у меня. Ну, в принципе, это... Что делать-то, что делать будем? Вчетвером ребята будут начинать. Ну, давай еще 7 минут. Там максимум, по-моему, по регламенту полчаса. Да, 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 да. Давай еще 7 минут. Тэнс, тэдэнс, тэнс, тэнс. Но, если здесь еще и Энхаусы будут вчетвером, то это просто будет тачдаун. Это что? Это вообще куда? Это почему? Мало того, что одна игра, и еще Энхаусы вчетвером против достойного противника Литерейты. Это будет очень и очень обидно, потно, досадно. Ну, ладно. Так, 50 секунд задержку пишет. Сколько, кстати, задержка стоит? Задержка у меня, да, минутная. Минута. Задержка стоит. Потому что у меня эксплит, а он, короче, предлагает мне, чтобы я мог увеличивать задержку, купить лицензионную версию. Лицензионная версия стоит 19 долларов. Я, конечно, ничего сказать не хочу, но я лучше поставлю минуту. Кстати, а ты, получается, если ты через Эксплит стримаешь, тогда ты в полноэкранном режиме, да, у тебя? Нет, я так же в Аккранном нахожусь. Я пытался на ОБС сесть, но, короче, у меня какие-то проблемы были. Я качал несколько версий с ОБС, и она, короче, просто банально не видит point blank. Забивает такой, типа, не-не-не, сидел на Эксплите, вот и сиди на Эксплите. Как бы вообще никаких проблем. Ну вот, поэтому на задержка в минуту. Ну, у нас бывают такие раунды, что там за 10 секунд и все, и пиши пропало. А так мы с вами можем напрямую общаться с чатом твича. Да, то есть мы задаем вопросы, и через минуту нам даете уже ответы. Я не знаю, давай ее, может, тогда добавим небольшого азарта ребятам на эту игру. Она у нас всего лишь одна. Ставки? Ставки? Да. Сделаем. Пусть угадает счет. Кстати, ВВВ зашел. Да-да-да, я вижу то, что он зашел. Я уже закрыл браузер, дабы убрать... 10-4 литера. Я закрыл браузер, дабы убрать лишнюю нагрузку на интернет, чтобы у ребят у кого-то подвисает, может быть, что-то такое. Можешь заскриншотить там как-нибудь? Да-да-да, могу-могу. Пусть до начала напишут свои ставки, свои счета и, собственно... Да, напомним, дам-господа, первый, кто угадал, неважно, то есть там угадали двое-трое, ну, кто первый написал правильный счет, тот и получает этот. Да-да-да, именно. Именно. Ну, да, блин, все, замечательно, мы начинаем. Можешь спринить и останавливать уже. Сприн есть. Опа. Ехало! Поехало. Энхоусе. Энхоусе отыгрывают у нас в защите сегодня. Бравые ребята из Энхаус. В защите начинают, но литерейтам за атаку придется здесь навязывать свою борьбу, ну и взламывать оборону славной команды Энхаус. Ну, мне кажется, они смогут подобрать ключик. Посмотрим, сейчас посмотрим. Но все-таки Коби усиление состава это явное у Энхауса. Поэтому, там все отличные стрелки, игроки. Ну. Ну и противник тоже попадается им не слабый. Вот такой вот размен у нас миража по Вейзику. И Вейзик успел откинуть коварную ХАЕ, собственно. Есть небольшая слабина под Альфой. Точнее, уже под бетой, поскольку W стягивается у нас в ЦКФ. И Таган накаляет ситуацию на семерке. И здесь у нас W находится в ЦКФ. Загар есть встреча, уже пересрел систем. Неплохие минусы, но как-то первый блин комом всегда у литерейтов. Я заметил, первый раунд они у нас периодически отдают. Но посмотрим, посмотрим, что будет далее. Здесь Никита Свит пытается и Тагана в спину расстрелить. Ну, посмотрим. Мне кажется, ребята еще не в таких передряг вылазили. Но Загар остался один. Сможет ли сделать трипл килл? Да нет, вряд ли, если честно. 53 хп в даблге уже нафига. Но пока есть информация, да. И Сказ просто Систем делает трипл килл в этом раунде. 1-0 повели у нас инхаусы. Ну что ж, начало для них довольно неплохое. Главное сейчас не опускать руки, так скажем, не расслабляться. Иначе все может покатиться снежным комом. А это очень плохо. Здесь Аркад ЦК, походу, у нас будет сейчас. Да, и сразу же, мне кажется, будет уход. И Мираж. Ой-ой-ой. Это да, Fast Alpha 3-2. Ну и здесь быстренько, просто на опыте, ребята. Забирают четверых игроков. Вейзик также еще забирает цвета. И по 100-летней остается World Play. Ну, посмотрим, как сейчас будет отыгрывать. В принципе, можно попробовать. Можно попробовать сделать хотя бы парочку минусов. Для хайлайтика, если получится. Ну и здесь Загар. Загар против этого. Он с тобой не согласен. Ну вот, пожалуйста, уже 1-1. Посмотрим, как ребята будут отыгрывать далее. Ну, вот такой вот Fast, просто дерзкая атака. Была от коллектива Литерейд. То, что надо. Просто неожиданно подали свою атаку. Навязали свою игру. Ну и, собственно, раунд в их копилке. Никита Асвит с дуалами выходит из ТКФ. Огромная ошибка. Ошибка, за которую штрафует Вейзик. И также еще он ощупал голову Миража. Да, это довольно таки неплохо. Но Хоби у нас готовится штрафовать своего оппонента в Винке Альфа. Выход есть. Забирает Загара. Но моментальная размена с гантелем. Там на W опять же пытается у нас как-то на шумеется. Кафе и токан. Заход. Ну и, собственно. Ну, как-то простенько, да? Налегке. Вот на одной, знаешь, как говорят, типа, на ноге. На одном дыхании. На одном дыхании. Спокойно зашел. Забрал. Мне кажется, ребята просто не собраны, еще даже не разыграны. Ну, видно то, что какие-то вялые передвижения. Ну, от Никиты Света у нас есть open track по Вейзику. И решили ослабить немного бет. Там остался у нас один W. Это большая ошибка. Поскольку сейчас Ятаган может зайти. Банально бету зачистить. Ну и, собственно, плейнт будет взят. Тут миража очень сильно налегли уже на центральном кафе. Заметил, что литерейты постоянно налегают на эту точку. Она, кстати, очень важна. Если вы делаете первый минус в ЦК, то у вас простор открывается больше либо под бету, либо по Дальфу. Идет смещение, как правило, с одной из точек. Ну что же, у нас есть минус по джентлью еще. И также по загару. Никита Свет здесь просто зажигает под Альфой у нас. Ну, а бета заходится зомбисом вместе с Ятаганом. Ну что же, в Вордплей один. На приеме Вальп из Планта у нас находится. Ну и смещение пошло уже от Энхаусов. Вордплей тянет время до своей команды как можно больше. Space Created, но у Ятаган вовремя делает минус. Минус два уже есть. А Томас и Свит. А здесь Коби уже. Коби близко на широкое находится. Хороший посетитель по Томасу. Ну и Зомбис. Зомбис тут тоже, кстати, огрызается довольно таки неплохо. И Никита Свет. А пусть от него триплкилл в этом раунде или же все-таки похоронит. Нет, триплкилл от Света. Играт. Отличная стрельба от Света у нас. Командом Хаус. И он свою команду, так скажем, выводит в паритет. А два у нас опять ничья. Ну, замечательно пока что идут ребята. Очень достойное противостояние. Может и действительно здесь у нас будут также наблюдаться допы. Но посмотрим. Сейчас ребята решают опять же ослабить немного ЦКФ. Отбрасывают Никиту Света под плейнт бета. Пытаются отыгрывать от Винки. А там по-прежнему Итаган с семерки накаляет ситуацию со своими ОА-93. Посмотрим, что у ребят из этого всего выйдет. W пытается поймать на прошивке. Тоже особо не выходит. И ребята играют очень аккуратно. От Система есть опен фраг все-таки по гантели. Зомби с отыгрывает от БТР. Есть моментально халпа от Миража в Свойке. От Вейзика баночка залетает по W. О, неплохо дубль уже оформил. Андрей может и трипл сейчас повесить. Но нет, Система все-таки его остепенил. Ну, здесь Кобик хорошо действует под Альфой. Но Зомби с его разменивают. Ситуация 2 в 2. Систем Родовый у нас в двоечка здесь забрали. И Зомби с еще один, кстати, оформляет. У Света есть инфа по Зомби. Да, есть инфа, кстати. Они в прошлом раунде оставались один в один. Вышел победителем Свет. А теперь Зомби с Зомби, да. По одной и той же тактике. То есть двое перед Скафе, двое на Лонг и Итаган на Семерке. Посмотрим, как здесь у нас работает Гантеля на ДЛ. Где-то проказник. Вот он, собственно. 84 хп. Попытается сейчас с пропрыжки зайти. Нет, особо не удается. Поймал информацию по своему оппоненту. Ну и, собственно, поймал банку. Выход от Миража. Ну, это опасный выход. Я не знаю. Довольно-таки открыто играют ребята. Вот, собственно, Загары нащупал голову. Вейзик также дает минус. Систем забирает Зомбиес. Отдает... Ой-ой-ой. Систем. Отличная стрельба от него. Ну и перетяжка быстро под бету делается, опять же, от Вейзика и Итагана. Ну и... Вордплей на приеме здесь. Ну и Итаган, ну... Абсолютно без разницы, что здесь Вордплей на приеме. Он просто его сметает под одну гребенку вместе с остальными его тиммейтами. Ну и устанавливается бомба на бэклэнту. Мираж синего спауна у нас отыгрывает. Систем идет в Зомто. Ну и вот вычка должны попробовать здесь сделать минус, чтобы попробовать 2-1 уже отыграть ситуацию. Ну и Систем здесь выходит в одно лицо. Вейзик его... О, здесь еще и Миража забревает. Ну и здесь, да, Вейзик еще один минус он оформляет. Ну, слушай, Вейзик сегодня просто в ударе. 10 фрагов уже сделал. 10-4 его общая статистика. Пока что мейн-фрагер вообще всей карты, не только у своей команды. Ну что же, посмотрим, в каком ключе дальше будут продолжать ребята. Но Вейзик пока что явно зажигает вместе с Зомтосом. Неплохо так зажигает. Особенно перед ЦКФ. Накаляет очень ситуацию над своими оппонентами. От Система у нас есть опентрак по Гантели. Есть опять же перестрелка перед ЦКФ. Вот, собственно, поймал Вейзик банку от Миража. Никита Свит. Моментальный выход из ЦКФ. Как не прочекал своего оппонента Итагана на плейн-2. Есть перестрелка. 13 хп в запасе остается после встречи с Итаганом. Есть информация, что Никита Свит идет у нас через арку. Ну и, собственно, Загар готовится принимать своего оппонента. 24 хп в запасе у Загара. Ну и в руках АУК-3 черный. Никита Свит рыдовый. W full. И зомби с установкой плейнта под альфой. Собственно, плейнт установлен. И сейчас ребятам придется принимать какие-то кардинальные решения. Ну и, собственно, действовать уже непосредственно на плейнт зомби от визит своего оппонента W есть перестрелка неплохо забирает своего оппонента. Ну и, собственно, Загара фармляет хэдшот по Никита Свит. Что-то у меня сегодня с дикцией не очень. Где-то язык у меня заплитыкает сам. Ты давно проснулся? Ну да. Зад целый час доиграть. Ну, пять минут. Так, ну ладно. Вейзик, кстати, опять делает минус. Джентл также разбирается с альфой. Ну и Коби здесь один на приеме в альфе будет. Сейчас ПТС КП у него. Ну, забирает он, кстати, зомби, что успевает. Но Джентл тут как тут. И уже четыре в два пять от игровки. Четыре в один. Вейзик просто сметает. Просто жжёт, Вейзик. Ну вот, собственно, потушили немного парня. Типа, полежи, успокойся. И посмотрим, как... Уже не отыграет, а... Не посмотрим. Как Ятаган спину заберем. Просто потушили парня, да. Это... Ну что же, 6-2. У нас пока что очень уверенная атака литерейтов. Ну что же, посмотрим первые половины. Если ребята сейчас перейдут на 7-2, то, мне кажется, на обороне им взять три раунда в свою копилку очень такого, так сказать, большого труда не составит. Ну, посмотрим, посмотрим. Не стоит недооценивать коллектив Энхаус. Вейзик, опять же, нащупал голову Никиты Света в ЦКФ. Итаган начинает работать более решительно. Он все-таки через семерку иска и забирает. Вот, как бы, он хотел закинуть на широкую и попал в ящик. Это тот момент, когда Фэл Прокит помог Итагану. Да, да, да. Ну, и, кстати, тот спин уже систем приходит. Вот что интересно-то. А его вряд ли ждут здесь. Ай-яй-яй. Все-таки повернулся и дал информацию уже загару. Но все-таки систем успел оформить дабл. Ух. Ну, и остается 1-1. Итаган против систем. Ах, кстати, стало 5-3. Но Итаган, кстати, вытаскивает этот раунд. И это 7-2. Пока что легчайшая. Да, пока что очень легко прошли ребята. У нас 7-2 до смены сторон. Первая половина матча у нас прошла. Но еще у нас есть смена сторон. И, собственно, ребята из коллектива Энхаус получают шанс на реабилитацию. Просто должны сейчас отыграть на агрессии. Продавить своих оппонентов. Но посмотрим, как они смогут это сделать. Поскольку ребята из коллектива Литирейд просто готовятся стирать, уничтожать с лица земли своих оппонентов. И даже на обороне ребята играют очень и очень грубо. И у нас опять куда-то выходит W. Проказник. Так. Ну, пока что первые 4 раунда, когда было 2-2, казалось бы, все вроде круто. А сейчас что-то уже так не кажется. Угу. Ну да. Первые 4 раунда, когда было 2-2 еще, то есть все было тип-топ. Вот прям действительно наблюдалось, как это все проходит, как ребята дают сопротивление. Но что-то как-то сопротивление опять тю-тю. Так. Ну что? Что у нас там в чатике творится? Ребята, что в игре поменялось? Просто возвращаться или нет? Возвращайся, определенный мужик. Возвращайся. Все будут рады, я думаю, тебя видеть. Гром, почему Итагана называешь Томас? Ну, не знаю. Мне просто иногда так удобно. По имени. Его имя Томас Шейн. Ну, это понятно. Просто всех по ним называешь. Я так твои имена тут практически знаю. Так ты-то понятно, заядлый игрок, еще бывший стар. Ты со всеми успел поиграть и в командах, и покомментировать, и прочее. Да. Это... Я еще потихонечку учу имена ребят от тебя, когда ты их среди стрима потихоньку называешь по имени, я запоминаю. Вот. Это, кстати... Знаешь, кто спрашивал, возвращаться или нет? Стиви. Помнишь такого снайпера? Эээ... Со мной играл Стиви, когда еще в не тупи... Ой, в не тупи... В этих... Ээээ... Девятый сезон, когда мы выиграли АОшик, там в финал вышли. Вот там я был, Пасик, Энг, Стиви и Рэнди. Подожди. Девятый сезон, это у нас примерно какой год? В 2014-й. В 2014-й. Так, в 2014-й, да. Но я уже как бы находился давно в Point Blank, но нет, я его не помню. Никнейм знакомый, но чисто вот я не помню. Я тогда за играми особо не следил. Для меня было интересно осваивать геймплей Point Blank. Он довольно-таки широкий, даже на тот момент, в 2014-м, уже был. И я тут катал везде, на чем только можно, и на Снайпер, как и прочее. Так что нет, я не застал этого парня. Ну ладно, посмотрим, как ребята сейчас отыграют. Собственно, атака у них точно такая же, как и у коллектива Литерейт. Двое накаляют ситуацию перед Скафе. Ну и далее идет работа у нас на ДЛ, и Мираж находится на семерке. Но здесь у коллектива Литерейт немного другая позиция. Загар находится на зонтах. И, собственно, Зомбиес и Итаган у нас потихоньку да помаленьку отыгрывают перед Скафе. Итаган на двойке, Зомбиес, Скафе и Визиан непосредственно в Плэнту. Есть от Зомбиеса у нас уже Open Track. Так, Вейзик прочекал своих оппонентов. От Кит Хае также прошел. Вейзика не получилось забрать. Попытался сбежать от этого тупикового момента, так скажем. Но Никита Свит ему моментально выписал штраф. Посмотрим, как Коби сможет забрать своих оппонентов. Там Зомбиес и Итаган у нас продолжают принимать своих оппонентов в Плэнте Альпы. Посмотрим, что у нас делает Загар. Загар у нас находится в Скафе. Ловит перед Скафе. Мираж отыгрывает от Респе. Ну и скорее всего здесь уже будет просто фаст Альфа. Ну ребята пока стесняются как-то под Альфа отыгрывать. Да, очень много идут. Свид чекает, вроде Свид чекает, но остальные его пока прикрывают. Ну а на Респе стоит у нас Мираж. Респину своим тиммейтам, чтобы не зашли. Ну смотрим, Итаган по правой стороне стоит Зомбиес на троечке. Ну и вот Зомбиес оформляет минус, да. Там еще, кстати, Загар будет готов прибежать с центрального КП. Здесь без проблем должно быть все у литерейтов. Ну и вот Тенхаус Мираж проходит, делает минус по тройке, но Итаган быстро Мираж разменивает. Ой, ой, ой! Хотел сказать трипл килл делает, дабл килл делает, ну и Загар спасает дальше ситуацию. Это 8-2 пока что. Ну, в принципе, наблюдал я уже примерно за такой ситуацией. Только 8-1 коллектив Пингвины тогда отыгрывали до смены сторон. На смене сторон просто вывели к допам и на допах победили. Посмотрим, смогут ли такое повторить у нас коллектив Энхаус. Зомбиес у нас уже оформляет опентракт. Никита Свид моментальный прием в голову, забирает Зомбиеса. Хорошо. Коби, опять же, начинает отыгрывать довольно-таки агрессивно. Уже подходит к БТР. Там Вейзик готовится принимать своих оппонентов в Винке под Альфой. Есть неплохая перестрелка. Уже информацию собрал Вейзик по своим оппонентам. От Гантели также хэдшот залетает по Никита Свид. И Вейзик, 77 хп, по-прежнему отыгрывает из Винки под Альфой. От W есть неплохой хэдшот по Итагану. Гантеля забирает Миража. Ну и, собственно, Коби и W остаются вдвоем против троих своих оппонентов. Гантели и Вейзик нашиты до полтинника, ну, в район полтинника. У-у-у, Коби как нашил там, общелек вообще. Забрал своего оппонента. И Загар играет с огнем, просто пытается поймать своего оппонента. Но 55 хп в запасе, надо посмотреть за Гантели. И парняга обходит у нас с КТ спауна. От Коби 52 хп в запасе. И он чекает у нас, а также ЦКФ, поскольку там Загар накаляет ситуацию. Никакую не дает никак перемещаться. Но посмотрим, посмотрим. Ой-ой-ой, Гантеля, какая баночка. Все-таки забирает дабл ее Загара. И практически на равных по хп ребята у нас начинают борьбу. Просто что здесь будет происходить. Давайте посмотрим. Ну, нет, здесь раунд. Да. Вордплей все-таки забирает. Вордплей. Молодец. Ну, он и оформил трипл килл. Неплохо. Да, молодец парень. Ну, что же, счет у нас становится 8-3. Ну, и какой счет-то в итоге будет? Хамбэк будет Аденхаусов или нет? Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, вот этот раунд дался ребятам очень-очень потно. Ну, а вот этот как-то они слишком легко проигрывают. Да, поверили в себя, полетели вперед. Ты не смотри на физику, я духом сильный. Ну, и, собственно, поймали ребята их на этом. Откидка Е. Опять же, Везик штрафует у нас W. Ну, и, собственно, Мираж и Никита Свит остались вдвоем против пятерых. Ну, вот Мираж пытается как-то огрызаться. Забирает гантелю. И так, а моментальный размен. И, собственно, есть информация уже по Миражу. Заход на широкую от загара. Очень неуверенно. Даже ни одного ХП не забрал своего оппонента. Мираж. Перестрелка Миража зомби. Сам, опять же, ребята пытаются отыгрывать 1-3. Довольно-таки агрессивно играет. Нашивает каждого своего оппонента. Просто на два фланга успевал отыгрывать. Но, в конце концов, зомби выждал момент. И поймал у Аспитона. 9-3. Ребята использовали свое право на ошибку. Если сейчас оступятся, то это просто пиши пропало. Ну, посмотрим, посмотрим. Коби у нас начинает работать очень агрессивно под БТР Альфы. А так, ребята, начинает работать у нас уже под БТР. Есть перестрелка. W забирает Вейзика. Вейзик успел до своей смерти забрать своего оппонента Коби. Есть перестрелка у нас в Альфе. И Таган наказывает своего оппонента W за капитана команды. Ну, и посмотрим, как будет отыгрывать Никита. До скорых встречи с Коба Гарнова впадает и Мираж 1-3. Ух ты, как повесил сейчас Мираж что, не плохо. Да я думаю возьмет? Нет. Не взял. Десять-три и кто же там выьерл, кто же у нас там выьерл? Так. Сейчас, секунду-секунду, секунду-секунду. Так, 10-5, 10-3, Манго, Манго выиграл, выиграл Манго. Ну, что, поздравляем Манго с победой в его состязании, так сказать, угадал все-таки счет, добавляйся либо ко мне, либо Громчику, наверное, Громчику, да? Да, я ему написал вчера, чтобы добавлялся. И, собственно, получай свой законный кодик. Ну что, ребят, к сожалению, у нас на сегодня всего лишь одна игра, она у нас уже... Кстати, там выиграла еще одна девочка, но она не может писать в общий чат, потому что я ее забанил там, она написала «Приват». Она тоже выиграла, поэтому, думаю, можно два кодика, ну, в честь того хотя бы, чтобы у нас одна трансляция на сегодня. Да. Они отыграли довольно-таки хорошо, но 10-3, вот как бы перестрелки были красочные, но вот по счету 10-3, как-то это не очень. Может, ты заметил какие-то ошибки, пожелаешь ребятам их исправить? Да здесь все, в принципе, для них сезон-то вроде как закончился. Ребятам здесь нужно просто сыгрываться. Стрельба есть, но надо сыгрываться. Вот что главное. Поэтому ребятам желаем удачи. Ну, а литер-рэйты молодцы, заканчивают. Сезон они еще не закончили, считай, что их все будет. Ну, идут очень уверенно. Да. Особенно если сейчас к ребятам присоединится лютый фаршик, то будет просто уничтожение. Будет жестенько. Да, будет очень жестенько. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня мы уже будем прощаться. У нас, кстати, в дальнейшем вы узнаете об этом интервью непосредственно в группе Point Blank. У нас будет интервью с коллективом литер-рейтов. Посмотрим, как ребята будут настроены. В общем, узнаем, что они намерены делать далее, какие у них планы и так далее и тому подобное. Но на сегодня, к сожалению, мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Сегодня для вас работал я, Максим Чеев и Герман Громов. Да. Ребят, всем огромное спасибо, что сегодня смотрели. Увы и ах, вот такой вот результат. Слал один матч, но ничего. Завтра будет лучше. Да, завтра будет круче. Просто месиво уничтожение. Пот, огонь, кишки и прочее. Но, ребят, вечер у нас не прошел за экраном, так что мы бегом на улицу, тусе и гулять или к холодильнику за любимой едой и хомячить будем. Но, собственно, мы с Германом с вами прощаемся. До скорых встреч. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok